доброго утречка благие вести я вам принес сегодня новости хорошие и они есть по крайней мере это уже радует это под кофе меня зовут саша присаживайтесь приятного вам аппетита вкусного кофе не забывайте жмакать лайки прямо сейчас первая новость на фон арена хотя как везде на the virgin i engage it кстати такая интересная история получилась вам даже сейчас покажу перед тем как мы к новости перейдем я сегодня нубом себя почувствовал очень сильно потому что есть короче сайт энгеджет я думаю вы все знаете и я чё давно на него не заходил а сегодня такой бац и надо посмотреть что такое и начал вбивать его не как энгеджет а как нгд.ком и в рекомендациях выдавался и смотрите куда он переходит сейчас друзья никакой магии никакой рекламы случается редирект но в прошлый раз он по крайней мере произошел на совершенно разные ресурсы то здесь покупают там розетка то сейчас а это вообще доменное имя короче в общем кто-то подсуетился в прошлый раз у меня сегодня розетка открылась и сегодня тарас мишченко приезжал это главред айтиси он такой саня через ти в конце и таким образом я таки попал на энгеджет к нему мы сегодня еще придем ладно первая новость у нас от самсунга они представили два сенсора они решили быть первыми чтобы не сиоми стали первыми и показали сенсор на 200 мегапикселей и на 50 на 50 это собственно серия gen только теперь называется не gen 5 не gen 2 а gm 5 и вроде скачок большой на самом деле сенсор не так сильно на первый взгляд отличается он даже кстати стал меньше если раньше он был почти дюймовым там 1 на 1 и 12 микрометров то сейчас он стал 1 на 1 и 50 что-то там то есть он короче стал чуть меньше но давайте начнем все-таки с 200 мегапикселя его главная фишка она это естественно 200 мегапикселей и вы скажете зачем нам 200 мегапикселей при размере каждого отдельного пикселя достаточно маленьком там 064 микрон суть в том что он может объединять вот этот hp1 сенсор называется он может объединять от 4 до 16 пикселей в зависимости от режима смотрите если вы снимаете фул разрешение у вас получается размер каждого пикселя 064 микрометра если вы снимаете в обычном 50 мегапиксельном режиме то у вас размер каждого пикселя он уже состоит из четырех рядом стоящих пикселей и размер каждого 1 и 28 микрометров это при 50 мегапикселях это важно достаточно много хотя опять же сенсор не дюймовый здесь я что-то ожидал что сейчас пойдет тренд и все будут дюймовые сенсоры клепать и вот интересно этот тренд не начался из-за дефицита в принципе всего что связано с со словом сенсора и чип или нет смысла я честно говоря подумаю что наверно нет смысла потому что в случае с мобильными камерами нам надо сохранять какой-то баланс между вычислительной фотографией и физикой иначе мы просто превратим смартфон и фотоаппарат они будут становиться огромными потому что вы не можете добиваться огромных матриц внутри смартфонов без соответствующей оптики соответственно без огромных размеров самого смартфона это как бы логично так вот второй режим это объединение 200 мегапиксельной вот этой сетки в 12 и 5 мегапиксельную и таким образом у вас объединяется 16 рядом стоящих пикселей для чего это сделано для того чтобы фотографировать в ночном режиме то есть здесь у нас как раз таки используется машинная фотография и непосредственно сам физический сенсор все это дело на лету клепается и размер каждого пикселя в таком случае то есть набор зона вот это пиксель а можно считать как отдельный пиксель составляет 2,56 микрометра это очень много соответственно будет передаваться достаточно много света ну а почему я говорю здесь про вычислительную фотографию потому что это все надо вычислить ведь размер каждого из этих пикселей все равно маленький и соответственно будет делаться усредненный расчет чтобы не было большого количества шумов ну и gn5 это 50 мегапиксельный сенсор он кстати чуть чуть побольше чем 200 мегапиксельный вот его главная фишка это автофокус они начали продвигать эту тему с дуал пиксели в dti автофокусом и скорее всего вот эти сенсоры мы уже увидим в samsung galaxy s 22 в следующем году следующая новость я не знал честно говоря про эту игру хотя до того как я узнал у нее уже оказалось 5 миллионов предзаказов ну предзаказов в плане регистрации людей которые ждут это мобильная игрушка вы же знаете я весь такой мобильный геймер мне нравятся мобильные игры и это покемоны pokemon unit это игра которая была в 2021 то есть в этом году в июле буквально запущена на нинтендо свитч и она сейчас приходит и на appstore и в appstore и в google play store это насколько я понимаю моба и там ну это многопользовательская игрушка которая уже доступна но если вот мы сейчас перейдем в playstore то вы можете увидеть как она выглядит вы даже здесь можете открыть видеоролик демонстрационный слушайте ну и неплохо мультяшно я честно говоря думал что все что связано с покемонами должно выглядеть очень всратно вообще без цветов без какой нибудь фактуры то есть просто пиксели бегающие по какому-то цвету а если эта трава то по зеленому цвету если они летают то по синему но нет здесь посмотрите достаточно красиво я в любом случае попробую и прикольно что появляются все новые игрушки напомню из последнего у нас уже и апекс выйдет это вот это сратенькая как мне показалось royal battle royale everdale который я очень сильно жду но давайте говорить как есть скорее всего everdale появится где-то через полгода в открытом доступе а вот это уже 22 сентября будет доступно и не можно будет поиграть следующая новость у нас от twitter они сегодня в канаде и соединенных штатах запустили функцию которая называется супер фолловс по сути это такой себе youtube премиум или патреон прямо внутри твиттера такие функции появляются то тут то там и честно говоря я этому очень рад потому что многих кстати даже у нас пользуются твиттером как основной социальной сетью и теперь если вы знаете что вы можете предложить людям уникального вы можете рассчитывать на их платную подписку я знаю что есть аккаунты которые легко новостные которые даже сам фолловлю могли бы такое сделать и я буду даже подписаться вот я подобное жду от инстаграма и очень сильно жду от телеграма когда к нам оно дойдет непонятно сейчас работает как я сказал соединенных штатах и в канаде есть несколько тиров 3 доллара 5 долларов и 10 долларов в месяц и таким образом вас могут поддерживать ну или вы можете поддерживать любимых креаторов twitter молодцы тоже развиваются естественно какой-то процент с этого они будут получать как и любая другая похожая платформа что как по мне очень и очень правильно apple же здесь такая себе новость которая может двояко быть воспринята короче суд в японии постановил что apple таки поступают неправильно и они должны позволить таким сервисом как спотифай netflix и другим то есть стриминговым сервисом дать возможность этим сервисом вернее людям в этих сервисах оформлять подписку потому что сейчас это сделать нельзя сейчас если вы хотите платную подписку в спотифай оформить вам надо пойти именно на сайт спотифай теперь же это можно будет сделать в веб-сторе apple говорит ну да в принципе мы согласны ну короче знаете шутки шутками можно сколько угодно общаться по у того что там с фортнайтом происходило я до сих пор считаю что это не совсем правильно но это все бизнес здесь надо помнить просто что здесь нет плохих или хороших каждый пытается оторвать кусок побольше каждый за свои деньги переживает а не за других и вот все-таки на гиганта надавили я все-таки здесь как человек больше на стороне apple а по одной простой причине потому что они этот маркет сделали они многие сервисы которые сегодня типа претендуют на то чтобы не получать 30 не платить 30 процентную комиссию вообще выросли из-за app store и стали популярными и востребованными а теперь такие афигли мы должны платить 30 процентов ну короче очень двояга ситуация не буду в рамках коротких новостей обсуждать может быть мы обсудим это в видеоблоге но тем не менее такое теперь тоже будет у нас в app store далее вот собственно и нгэджет привет давно я тебя не видел с него возьму новость про новую камеру red мы уже такую заказали потому что она стоит всего лишь 25 тысяч долларов в китовом комплекте если вы хотите не китовый комплект с базовым набором а именно с экранчиком и еще какой-то фигнёй она обойдется вам всего лишь в 29 тысяч долларов а если вы вдруг захотите себе какой-то объектив чекну к примеру можете рассчитывать на 60 тысяч долларов то есть в принципе не очень-то и дорого давайте будем честными короче эта камера для фильмов я конечно же здесь шучу очень красивая но без приколов красивая капец v-raptor но при этом она создана не для обычных блогеров а для mkb hd для тех самых блогеров она может писать видео 8к в 120 кадров в секунду такое я уверен в следующем году появится уже в каком-то смартфоне но здесь конечно же про другое чуть то здесь самое главное это дюймовый сенсор с 17 стопами по динамическому диапазону то есть вы реально сможете вытягивать ну не вы вы никогда из этого ничего не сможете вытягивать потому что это очень дорого вот такая новостишка ну и последнее друзья просто чтобы немножечко расслабиться новость из киева я считаю это просто 11 киевов из 10 смотрите вот это вчера запустили фонтан кличко торжественное вообще я чтобы не быть таким знаете скептиком и троллером я должен сказать что все что на арсенале произошло в реконструкции всей этой площади все все зоны это очень очень круто там реально самое лучшее место наверно в киеве которое было сделано там самый лучший макдональдс там самый лучший фудкорт и так далее вот там вчера открыли фонтан реально классный сухой фонтан светомузыкальный я рад этому его с помпой открыли вот а это он сегодня я не могу перестать ржать когда на это смотрю это просто боссака какая-то короче ну я вам так скажу что здесь даже не фонтан виноват все-таки передвигаться на тяжелом грузовике но достаточно тяжелый автомобиль по фонтану неправильно явно водитель даже и не знал что там есть фонтан он просто поехал разгружаться то есть эта пешеходная зона но вы знаете что во всех странах мира это нормально до по-моему там в разных странах по-разному но до 12 утра вы можете типа осуществлять разгрузку на пешеходной зоне если другого другой возможности разгрузиться нет и скорее всего этот водитель просто ехал к там к какому-то ресторанчику или там воду доставлять я не знаю и поехал прямо по этому фонтану я кстати не знаю можно ли туда заезжать потому что кличко уже отреагировал и сказал что этот нерадивый водитель решил просто не тащить бутыли а подъехать максимально близко поехал прямо по фонтану конечно здесь предстоит еще разобраться должен ли был фонтан вот так разрушиться под такой массой или он должен быть рассчитан понятно что от пешеходов он наверное так бы не разрушился но опять же я не знаю все ли здесь по-правильному сделано но тем не менее подрядчик обещает что до конца недели все восстановят я в любом случае поеду посмотреть ну знаете всякое бывает конечно это не самый такой трэш потому что многие уже принялись прям лолировать на это типа когда хочется похвалить ну вообще это все смешно аль на бой как примерно писала говорит когда хочется похвалить киев за что-то хорошее просто возьмите паузу хотя бы день-два возможно это желание просто пропадет самым собой естественным путем но вот это знаете здесь все надо разобраться это типа по-настоящему оно так должно было произойти или нет кто здесь ну виноват на водитель понятно может быть и фонтан не очень качественно сделали а вот то что в херсоне произошло когда флагшток упал на автомобиль своего создателя это было вообще обоссака честно грану я улыбаюсь потому что никто не пострадал а это эпидемия с большими флагштоками меня веселит потому что мне кажется это самое вообще главное что в каждом городе должен быть самый высокий флагшток в украине без этого мне кажется что государство обречено если нет огромных флагштоков в этом вся проблема ведь флагштокам можно столько всего сделать спасибо за то что посмотрели этот выпуск новостей подписывайтесь друзья лайкайте комментируйте рад вас всех видеть хорошего дня пока